В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в зал. У жены со старшим сломаны ноги, я его сейчас разъяснил. Горите в аду, кударасы российские. Вы хотите завоевать Украину? Зачем? Нам такое счастье. Меня сейчас конкретно интересует ситуация, которая находится уже в течение 8 лет две независимые республики. Донбасс меня интересует. Нет, конечно. Зачем они так с нами вместе? Забоевать нет, это не с целью завоевания Украины, это с целью освобождения от националистов. Я хочу завоевать Сбербанк, который не выдал мне мои деньги сегодня. Нет. Для того, чтобы Донбасс с Луганском оставили в покое, чтобы люди там могли мирно жить, как мы в России. Зачем нам ее завоевывать? Операция проводится, достали. Понимаете, Америка обнаглела, достала. Марк, совещение Совета Безопасности, предшествовавшее вторжению, привлекло много внимания и многие пытались анализировать то, что там происходило. Какие наши предположения о внутренней динамике в аппарате Путина и процессе принятия решений подтвердились? Узнали ли мы что-то принципиально новое? Я думаю, что одно предположение было подтверждено и одну вещь мы поняли. Мы увидели очень графическое подтверждение того, что Путин ожидает от своих подчиненных именно то, что он хочет услышать, а не то, что они считают нужным ему сказать. Вы помните, как внимание было сосредоточено на главе внешней разведки, на Рыжкине? Путин его буквально затравил. Я бы никогда не подумал, что буду сочувствовать одному из руководителей шпионских сетей Путина. Но еще больше я был удивлен его отношением к таким фигурам, как Козак, а он ведь был главным переговорщиком нормандского формата. К премьер-министру Мишустину и другим технократам, которые пытались объяснить Путину некоторые аспекты нынешней ситуации. Но Путину это явно было неинтересно. Ему было скучно, он постукивал пальцами по столу, а затем просто их прерывал. Все, чего он хотел, это ритуальные декламации их лояльности и согласия с тем решением, которое он уже принял, вместо того, чтобы услышать их мнение. Мы подозревали, что внутренняя динамика именно такая, но это заседание стало доказательством. О чем же новом мы узнали? О том, что даже самые высокопоставленные силовики, самые высокопоставленные лица в сфере безопасности в стране не близки к Путину настолько, как мы предполагали. Например, Патрушев, глава Совета безопасности и ближайший советник Путина по национальной безопасности, его выслушали, но когда Патрушев предложил или выдвинул идею о том, чтобы дать Киеву еще несколько дней, Путин его совсем не поддержал. В целом, мы увидели, что в области внешней политики, в отличие от финансовых или других вопросов, все решает один человек. И поэтому принимаемые решения зависят от предположений, интересов и предрассудков этого человека. Если посмотреть на большую картину происходящего, из того, что мы знаем на сейчас, какой сценарий вообще реализовывает Путин с этим вторжением? Я думаю, что он реализовывает сценарий разделения Украины. Он хочет создать подконтрольную часть Украины. Уже он провозгласил или предложил украинцам готовиться к участию в каких-то мифических выборах, в которых они будут избирать новые органы власти. Он почему-то считает, что украинцы с 1991 года не имели возможности свободно голосовать и принимать участие в выборах, хотя это, как мы знаем, совершенно не так. И он хочет сформировать таким образом подконтрольные органы власти на востоке и на юге Украины и таким образом оставить той части Украины, которая находится на правом берегу Днепра, в западная Украина, в часть центральной Украины, возможность каким-то образом оставаться независимым политическим образованием. Я не думаю, что он настолько иррационален в том, чтобы попытаться захватить всю Украину. Мы понимаем, что с точки зрения даже военного потенциала Россия не сможет перманентно, долгое время оккупировать значительную часть Украины. Ну то есть сегодня вам скорее видится реализация, как вы уже упомянули, как бы раздела какого-то определенного, да, расчленения вот этой власти. Наиболее реалистичный сценарий сейчас, мне кажется, по крайней мере, это то, к чему стремится Российская Федерация своими действиями. Это создание отдельного государства, которое, условно говоря, Новороссии или юго-востока Украины. Сергей, ну вот спецоперация, по словам российского президента, помимо всех прочих задач, должна была решить задачу опасности приближения войск НАТО к границам России, непосредственной близости. Но, судя по всему, получается противоположный результат. И это было совершенно очевидно, что главной первой реакцией Запада будет наращивание военной группировки в странах Восточной Европы, часть из которых напрямую граничит с Российской Федерацией. То есть речь сейчас идет об Эстонии. Мы видели сегодня кадры того, как британские войска ввозят дополнительные танки, новую военную технику в Эстонию, у которой 300-километровая граница с Российской Федерацией. Поэтому совершенно очевидно, что действия России и действия Путина, они контрпродуктивны. И они ни в коем случае не способствуют усилению безопасности Российской Федерации, даже в случае, если его план захвата части Украины будет успешно осуществлен в ближайшее время. Это только усилит угрозы, которые будут возникать перед Российской Федерацией в ближайшие недели и месяцы. Сергей, но при этом Зеленский обвинил в какой-то степени западных партнеров в неготовности воевать за Украину. Но ведь изначально не шел разговор о том, что военные НАТО будут воевать на украинской территории. Здесь был какой-то элемент недопонимания, каких-то неправильных ожиданий? Я не думаю, что речь идет о недопонимании или неправильных ожиданиях Зеленского. Скорее всего, речь идет о риторике, которую он сформировал для избирателей, для украинского общества. Риторике, которая усиляет ответственность каждого украинского гражданина за защиту Украины. Мне кажется, что подчеркивая нежелание западных государств направлять войска или направлять какую-то существенную поддержку в качестве военного присутствия в Украину, он таким образом хочет акцентировать внимание, что будущее Украины только в руках граждан Украины и украинского общества. Поэтому, мне кажется, это связано с желанием мобилизировать украинское общество на борьбу с российской агрессией. Субтитры создавал DimaTorzok